Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Начало дня». И с нами сегодня день начинает наш коллега из Краснодара, Альберт Бурага, трейдер и управляющий активами. Альберт, приветствуем вас! Приветствую, Игорь Николаевич, приветствую, друзья! Всем с добрым утром, у кого это утро, у кого обед, хорошо перекусить. Ну а всем остальным, в общем-то, по вашему желанию и по вашим возможностям. Ну а у нас по плану сегодня обзор рынков. Посмотрим, что у нас есть к концу недели. Вот что у нас было и, в общем-то, что можно ожидать. Тем более, что неделька была очень интересная, надо сказать. Особенно был вторник. У нас там чат, скайпчат просто разрывался скринами. Народ закрывал свои профитные сделки просто в огромном-огромном количестве. Я их, может быть, пособираю по скрине, выложу себя в группе ВК, вам будет интересно, потом посмотрите. Ну, в общем, народ сам был в шоке от такого количества профитных сделок. Не часто такое бывает, что вот прямо в один день оно все понеслось, помеслось, помеслось. Вот, но, как говорится, день был хороший. Так, теперь давайте мы начнем с рынка Форекс по традиции. Потихонечку уже будем переходить дальше. Что касается рынка Форекс на этой неделе, то у нас первое, что это экспирационная неделя. Следовательно, начиная где-то со среды, то есть со вчерашнего дня, мы уже потихонечку начинаем смотреть на рынок со стороны. Мы не работаем по индикатору Strike, поскольку контракты уже участниками рынка начинают закрываться, появляются лишние контракты, которые приносят шум в наш анализ, и мы не можем, в общем-то, уже действительно квалифицированно оценивать риски по нашим сделкам. Это очень важно. Поэтому моя рекомендация сегодня, в общем-то, как и последние 4 года, сколько я работаю по этой системе, сколько я ее преподаю. Рекомендация простая, друзья, закрываем те сделки, которые у вас уже, в принципе, прибыли, не нужно испытывать судьбу, закрыли и спокойно ушли на выходные. Работать можно, в общем-то, по индикаторам полу-техническим, конечно, в том числе это импульсная торговая система. Но по индикаторам Strike, например, СИП, уже крайне-крайне не рекомендую. Хотя индикатор СИП доказал свою устойчивость даже на экспирационном периоде, но все равно. Ладно, теперь давайте посмотрим по факту уже, что у нас получается, друзья. Пара евро-доллар. Ну, во-первых, чем хорош был этот месяц? Мы отработали все недельные уровни. Все 4 недели, которые у нас были, все мы их потрогали. То есть индикатор подтвердил свою эффективность. Дальше мы закрыли ГЭП на этой неделе, который был. Но выше нас не пустили. Хай предыдущей недели. Но в этом ничего страшного абсолютно нет. Сильные уровни на сегодня, по которым можно более-менее ориентироваться, это нижний 1.12.90 и верхний уровень 13.88. Здесь как раз практически совпадение страйка с последними двумя хаями на этой неделе и на прошлой неделе. Совпадение так совпадение. Но, тем не менее, здесь можно, если что, ожидать какую-то, может быть, коррекцию или болтанку на этих уровнях. Что же у нас касается импульсной торговой системы, то пара евро-доллар. Здесь у нас пока все без изменений в течение недели. Последний опорный паттерн, который мы сменили, пока не дает нам точек входа. Именно точек входа не дает. Потому что мы не вышли за верхний 1.6 уровень и нижний 1.6. То есть ситуация абсолютно идентична. Что первый сценарий, что второй сценарий. Без разницы. Куда пойдем, тогда будем смотреть. Главное добежать до уровня 1.6, определиться, получить стартовую свечу и дальше побежать. Разумеется, при раскорреляться индикатора силы валюты. Это очень важно. Далее наш фунт. Что по фунту? Фунт у нас неплохо дал нам заработать на этой неделе. У нас был сигнал 3 декабря в понедельник на снижение. Вот мы заходили от страйка и прыгали до 9 утра следующего дня. Почему? Потому что у нас здесь был как раз переворотный сигнал на байт. Но я по нему не заходил. Я об этом говорил во вторник. Потому что индикатор страйка уже для меня перестает быть значимым на этой неделе. Поэтому я вот первую свою позицию закрыл в плюс и по второй не заходил. Хотя вы видите, что вторая тоже, в общем-то, отработалась. Интересно. Интересно. Вот такая ситуация. Далее. Месяц заканчивается этим инструментом очень неплохо. Да, мы на нижней границе канала хеджеров. Видим, что была попытка раз отбиться, два. Возможно, будет еще третья. Возможно. Но участники рынка ниже границы не пускают. Они, в общем-то, хотят экспирацию провести внутри границ канала. Что, в общем-то, понятно. Потому что им терять деньги не хочется. Вот они постоянно отфутболивают. Вот границы канала. Ну и недельный уровень также был отработан идеально в этом месяце. Раз неделя, два неделя. Видим, три недели. Трогали четыре недели. Хорошо отработал индикатор. Очень-очень хорошо. Все. Ну, то есть, по сильным уровням, разумеется, у нас это границ канала хеджеров. Если кто-то хочет как-то поработать сегодня. Ну, опустимся. Здесь будет какая-то болтанка. Видим, что от него уже два раза шпильками просто вот как от огня отскакивали. По уровням Fibonacci по нашей второй системе пока все глухо. Видим, что мы топчемся на 6.8. Ниже мы не работаем по правилам. Выше мы не ходим. Индикатор силы валют постоянно не может нам ничего показать. Раскорреляции нет. Это хорошо, потому что он бережет наши с вами деньги. Поэтому у нас сценарий простой. Либо мы опорный паттерн здесь находим. Какой-то. Какой-то, да, где-то там какой-то. И начинаем уже от него новую сетку строить и работаем. Сам жду этот момент, но пока не я, не друзья общательно найти этого не могут. Ну и хорошо. Нам и так есть с чем поработать. Австралийский доллар отлично нам дал заработать на этой неделе. У него был сигнал по индикатору strike 4 декабря. Плюс у нас был гэп. Все мы это помним. Да, и был момент закроем, мы его не закроем. Закрыли по индикатору strike, сходили вниз. Взяли здесь какое-то количество пунктов. У нас народ настрелял хорошо в чате. 80 пунктов. Кто-то из особо таких, вот скажем, терпеливых смог дождаться похода до красного баланса уровня. Кто-то писал у нас в чате, что ребята, жду до красного уровня. Хорошо, молодец. В общем-то сигнал себя оправдал. 130 пунктов. Хотя, в принципе, по системе нет такого ориентира. Именно по этому сигналу. У него ориентир примерно 80-100 пунктов до ближайшего сильного стралька. Держать до красного. Ну, в принципе, да, это было, может быть, очевидно, с учетом того, что пробивали мы последний раз красный балансовый уровень новостной свечой вот такой вот. И ждали коррекцию все-таки вниз до красного балансового. Не получилось, был гэп. Ну, хорошо, второй, как говорится, пендаль. И мы дважды все это дело отработали. Была в этом своя логика. Согласно, опять-таки, опционного анализа рынка. Сильный уровень на сегодня у нас 0.7241. Хорошо, работаем от него. Ну, будем здесь, в общем-то, болтаться. Какое-то время. Австралийский доллар по импульсной торговой системе. Что у нас здесь было? Ну, во-первых, гэп. Да, пролетели мы уровень 1.6. Мы его, в общем-то, не потрогали. Поэтому здесь вход, как мы уже с ребятами выяснили, входа здесь не было. Вот, хотя странная, редкая ситуация такая. В общем-то, давно не возникало. Я даже сам ее сразу и оценить не смог, что здесь происходит. Но потом мы уже ушли под уровень 1.6. Здесь у нас запретная зона. Сейчас мы видим, что цена выскакивает ниже отметки 1.6. Индикатор седовалют показывает раскорреляцию. И, в общем-то, можно было вот здесь вот входить на этой свечке, которая закрывалась ниже уровня 1.6. После чего цена пошла вниз, дошла до середины диапазона. И, по правилам, мы должны были перевести наш водерж без убыток. И, разумеется, вот буквально в текущем части вот шпильки нас выбивают с без убыток. Все. Сделка закрыта по без убытку. Минусов никаких нет. Ждем дальше, какие ситуации у нас будут. Если пойдем вверх, здесь запретная зона. Пойдем ниже. От уровня 2.6 до 4.2 уже, конечно, интересно ходить. Здесь и потенциал побольше. Здесь уже есть где развернуться. И вероятность того, что вас выберут по без убытку в случае просто каких-то движений, непонятных на рынке, таких вариантов мало. 56 пунктов. Да. Хорошо. Так, дальше поехали. Упс, не тот. Не тот терминал. Так, канадский доллар. Ну, здесь вообще все просто сказка. Последний месяц у нас была одна хорошая сделка по индикатору Strike. Кстати, индикатор Strike можете скачать бесплатно на моем сайте invisible.guru. Прям забили в поисковик, зашли. Там есть раздел загрузить или Traders Workshop называется. Мастерская трейдера. Зашли, скачали бесплатно. В общем-то, и пользуйтесь. SIP и Strike бесплатно. Единственное, что вы скачиваете сегодня, ставите себе сегодня на платформу, а работать у вас он будет с завтрашнего дня. То есть мне нужно его просто будет включить. Поэтому сегодня поставили, посмотрели. Завтра он у вас заработал. Итак, вторая сделка по канадскому доллару тоже была хорошо. Плюс все они, примерно, по 120 пунктов. Это сигнал канадского доллара. И последний сигнал тоже был на 120 пунктов по сигналам индикатора Strike. Причем здесь был первый вход, на следующий день второй вход. По правилам первый вход закрывался без убытки. И мы держали второй вход, поскольку он был по лучшей для нас цене открыт. Все, и также 120 пунктов. Хотя кто-то в чате держал еще дальше. Вот они почему-то были уверены, что на новости мы еще подскочим выше. Но никаких предпосылок к этому я не видел. Я смотрел внимательно таблицу ФОП, смотрел страйки. Хотя страйки сейчас уже очень-очень не показатель для нас. Я уже говорил, уже все. Но кто-то додержал, кто-то здесь взял. Молодцы, что сказать. По импульсной торговой системе канадский доллар удалось здесь запрыгнуть. Немножечко взять между уровнем 1,6 и 2,6. Чуть-чуть взяли. Вот это все движение, конечно, уже без нас прошло. Ну, по крайней мере, без меня. Я здесь взял. Больше у нас здесь входов не было на самом деле. От 2,6 до 4,2. Кто не закрыл здесь позиции, держал дальше. Ну, хорошо. Но по правилам нужно было закрыть. Поэтому только лишь по системе можно констатировать факт получения прибыли в размере 45 примерно пунктов. Это если четко по системе. Все остальное это уже, в общем-то, натягивание ежа на глобус. Вот может получиться, а может и лопнуть. Так. Швейцарский франк. Ну, что у нас здесь? Как мы заканчиваем наш период? Снова напоминаю, что одна из сделок у меня стоит от 31 октября. Вот сейчас, тут в моменте у нас есть прибыль. Ждал я ее, кстати, в том месяце до красных балансовых уровней. Потом эти уровни съехали ниже после экспирации. И уже как бы take profit стал больше, потенциально больше. Но туда мы не сходили. А вот это сходили вот практически до границ канала хеджеров. С 10% недолетом. Это вот то, как раз, о чем я обычно и рассказываю. Как работает рынок. Такая механика рынка. Сделок по нему не было по швейцарскому франку в этом месяце. Ну, кто-то заходил здесь, но это не совсем по правилам. Да, был один паттерн, был второй паттерн у панклов. То есть кто-то здесь мог постоять. Но это не совсем по правилам. То есть я здесь не работал в этом месяце. Посмотрим, как у нас пройдет экспирация. Где будут уровни канала на следующей неделе. Франк единственный инструмент, который, в общем-то, у нас глубоко-глубоко наплевал на границе канала. Открылся выше, в общем-то, и закрывается выше. И ему все-все до лампочки. Ну, это франк. У него, в общем-то, на все есть, наверное, свои какие-то объяснения. Вот, ну, мы по франку в этом месяце, в принципе, например, я ничего не заработал, но ничего и не потерял. Теперь франк, что же у нас по импульсной ТСке нашей. Последняя сделка была в минусе. Было такое. Ну, а дальше четко просто ходили между уровнями. 4,2, 2,6. Ни туда, ни сюда. Поэтому входов не было. Пойдем выше, пожалуйста, можно туда вот выше. На 6,8. Да, если пойдем ниже, можно и ниже. В общем-то, мы потрогали и верхнюю, и нижнюю границу. Поэтому теперь в обе стороны можем спокойно, без всяких напрягов, спокойно-спокойно проходить. И посмотреть, что у нас там получается. Так. Йена. Йена тут привела всех в шок, в общем-то, вчера, потому что мы закрывали нашу очень длинную сделку. Сделка нам принесла четко по правилам системы 135 пунктов примерно. Вот. То есть здесь тоже применялась система перезакрытия. И вход по лучшей цене, с неудержания сделки по лучшей цене был первый вход, был второй вход по правилам. Сходили вниз, закрыли первый вход без убыток или с маленьким минусом, и держим вторую сделку, переведя ее в без убыток. Это правило. Все. Дальше просто все зависит от вашего терпения. Конечно, было непросто, когда цена 2 дня шла вверх против вас. Но, тем не менее, все было здорово, с учетом того, что мы еще получили подтверждение 4-го числа о продолжении движения вниз. По индикатору страйк на Вортом 1200 контрактов было здорово. Вот. То есть получили вот такой вот сигнальчик. И его отработали. Все. То есть ребята здесь хорошо тоже заработали. Система дала взять свою прибыль. Что у нас на сегодня? Так, что ж ты не берешься? Сегодня у нас, в общем-то, ну по индикатору страйка ориентироваться сложно. Цена находится между верхней границей канала хеджеров и нижней. Здесь все в порядке, все работает. Никому иена не должна в этом месяце. Абсолютно. Вот. В общем, до баланса Ворона вчера мы не добежали, поэтому входов у нас нет. Сегодня баланс его переместился. То есть я считаю, что по паре доллар-иена у нас пока до понедельника, а то и до вторника входов, скорее всего, не будет. Ну это опять-таки с моей колокольни. Друзья, вот. Так, это по валютам. Теперь давайте по металлу. Металлы, так, серебро смотреть не будем. Посмотрим золото. Золото у нас дало хорошую прибыль на этой неделе. У нас был сигнал по индикатору страйк. Мы вот уже все отслеживали. Вот по-прежнему, кстати, держу еще сделочку. На своем счете от 14 ноября пока, примерно, потенциал хода. 360 пунктов примерно. Не потенциал хода, а уже в моменте. Есть, скажем так, положительный привес к депозиту. Что у нас сегодня по золоту? Ну давайте посмотрим эти новые индикаторы, которые мы уже потихонечку тестируем с ребятами в нашем чате. Они очень нам помогают, потому что они отмечают все объемы во всем этом нашем... На всей карте звездного неба, да, где непонятно, какие точки, цифры состоят. И новые индикаторы нам уже начинают подсказывать, отмечать все эти созвездия, показывать наборы, скидывание контрактов. Именно так, как мы это все настроим. Итак, у нас, в общем-то, был поход к нашему сильному уровню вот здесь вот. Я об этом говорил, как сильный уровень определить. Кто не смотрел еще мои открытые вебинары, посмотрите на YouTube-канале. Сойдите, там они все лежат в свободном доступе. И пока отскочили, причем уже дважды, раз-два. Исходя из того, что я вижу вот сегодня по наборам, по наборам, нас вверх пока не пускают, поэтому возможен флэт и небольшая коррекция вниз до, может быть, красного баланса. Вот сюда. Давайте я вам ценовую метку сейчас поставлю. 12.29. Вот. То есть вот сюда мы можем упустить. И здесь какое-то время по флэттинг, друзья. Вот такой момент я по золоту для себя вижу. Так, теперь давайте посмотрим, что же у нас по срочному рынку перейдем. Глянем. Так, начнем с индекса RTS. Сразу отмечу, что у нас была вчера отработка нашего долгого уровня 115.27, который был получен по сигналам таблицы FOB. Но сейчас, кстати, таблицу FOB мы уже не смотрим. Мы смотрим индикатор FOB индекс. Он нам все эти стрелочки, в общем-то, расставляет, так как мы это хотим. Здесь получилась такая ситуация, что если у нас по индикатору закрытие дня происходит не выше, да, должно быть выше по сигналу, закрытие дня, то сигнал считается неотработанным и записывается этот уровень открытия в долговой. Вот так вот. Я помечаю зеленым уровнем. То есть здесь мы закрывались ниже, получается. То есть получили долговой уровень. И цена его, в общем-то, отработала вчера. Так же, как это было с отметкой 115, допустим, да. Ну и так далее. Вот. А сегодня у нас есть сигнал по таблице FOB точно такого же порядка. Поэтому либо мы закрываемся выше открытия, да. Либо же, если закрываемся ниже открытия, ставим себе его в долговой, и цена к нему будет возвращаться. Вот это простое правило. В общем-то, по сигналу мы работаем. Сегодня я смотрю, что у нас практически нигде не вижу никаких приростов по индикатору Strike, кстати. Надо будет посмотреть, почему. Вот поэтому по индикатору Strike мы не ориентируемся. Внизу у нас есть паттерн-дуплет, кстати. Если, в случае, мы до него плюхнемся, то от него будем отскакивать. Очень сильный паттерн, работает очень хорошо, но, к сожалению, не так часто получается. Вот. Что еще было? Еще было отработано с долг 113, это пробитый балансовый уровень. Отлично. Вот. То есть, в принципе, пока индекс РТС отработал все свои долговые уровни, все свои долговые расписки, все всем раздал, и никому ничего не должен. Единственное, что я сегодня могу видеть, это, если плюхнемся, можно отбиваться. Причем можно отбиться и стоять до открытия, допустим, сегодняшнего дня. В случае чего, да. Это неплохой потенциал хода. То есть, это вот такой маневр, который можно использовать. Дальше. Внутридневной индикатор, который мы сейчас тестируем, в общем-то, в нашей группе. Что нам давал за последние пару дней? Давайте глянем. Так. Ну, во-первых, у нас был сигнал. Колы на определенных страйках давали резкий скачок в течение определенного времени. Это очень важно. А, путы, путы, простите. Путы давали резкий скачок. Следовательно, это был у нас сигнал на снижение вниз. Вот мы и прокатились. При том, что вот 4-го числа колы, зеленая линия, они практически не набирались, были ниже принтуса. Все. То есть, сигналов на движение вверх по индексу РТС никаких не было. Вчера у нас было такое вялое движение. Никакое абсолютно. Да, и причем закрывали мы день без явного перекоса. Ни по колам, ни по путам. Видите? Поэтому весь день был для нас, в общем-то, непредсказуем. Ну и, кстати, весь день не было никаких наборов. Колы вообще закрывались. Видим, да, ниже уровня ушли. Путы как-то дергались, дергались, но ничего толком сделать не смогли. Поэтому сегодняшний день для нас тоже, в общем-то, пока не понятен. Ну, видим, что, в общем-то, путы пытаются набирать. Колы пока не набирают. Первый час у нас проходит. Но при этом тоже вижу, что у нас есть такое большое аномальное закрытие путов. Кстати, ну, может, это просто в первом часе кто-то фиксировался. Ладно, посмотрим. Пока нет необходимого набора ни по колам, ни по путам. Поэтому сигналов у нас нет. Так, что касается теперь на часовом таймфрейме этого же индикатора. Сейчас я перепишу индикатор. Пусть ребутнется, посмотрим, что у нас было. По сути, пока в последнее время ничего я не вижу по индексу РТС. Ну, может быть, вот было у нас вот в этом дне. Хотя нет, тоже небольшие значения, небольшие наборы. Нет у нас здесь наборов, чтобы что-то говорить. Ладно. То есть по часовым графикам пока мы посмотреть ничего не можем по индексу РТС. Если бы были вот такие вот наборы хорошие, да, то есть такие вот аномальные, да, вот, допустим, большой набор колов, да, ну, мы тогда смотрим, весь день у нас баевый будет, да. Там или аномальный набор путов, да, весь день следующий будет там сэловый. Вот, но это отметка в 20 тысяч контрактов. Мы до нее пока не доходим. То есть ничего у нас нет на сегодня. Ну, и на последние пару дней тоже. Так, Газпром. Теперь по классическим индикаторам. СИП и Страйк смотрим. Отработка долгового уровня. Потому что мы закрывались ниже в тот день, когда был получен сигнал. Подскочили, мы его отработали. Все. А дальше мы никому ничего не должны. Вот, ну, и сегодня, если, кстати, подскочим к верхнему балансовому уровню, можно будет тоже работать на обскок до отметки 16.135, пожалуйста. Здесь можно будет. Ну, судя по тому, что я вижу, как у нас, какая активность на рынке происходит. То есть вот тот же самый индикатор посмотреть. Вот здесь вот хоть что-то у нас было. Какие-то хоть колы преобладали 4-го числа, и можно было рассчитывать на какое-то движение баевое, да. Так же, как и 3-го декабря преобладали путовые, и мы могли более хоть как-то рассчитывать на какое-то снижение в течение следующего дня. То вот вчера, 5-го числа, вы видите, вообще никакого движухи не было. То есть вот этого движения, оно было, в общем-то, обусловлено, скорее, ситуацией именно 4-го числа. А что будет сегодня, понятия не имею. Движения не было. Так, Сбербанк. Что у нас по Сбербанку? Значит, отбой от верхнего балансового уровня. Хорошо мы отработали. В общем-то, кто-то мне там в группе ВК присылал даже скрины, поэтому... Потом как отработали. Профит взяли. Так, дальше. Пока на красном балансовом уровне болтаемся, и ничего тут особого я не вижу. Ну, пойдем вниз, отбой от коричневого балансового уровня, и поднимаемся до нашего тейк-профита. Потенциал хода у нас здесь примерно сколько будет. Давайте. Ну, 315 пунктов, что, в принципе, не так плохо. Так, Сишка, да? Теперь давайте посмотрим. А, нет, стоп. Что у нас с Берпоиндикатором внутридневным? Ну, не было тоже ничего интересного в последние дни. До нашего уровня мы не доходили. Четвертого пытались за него выскочить. Видим, да? То есть, вроде как снижение. Но потом упали к концу дня. В общем-то, все, мы без сигналов. Вчера мы шли без сигналов. Вчера активности не было никакой у опционистов на рынке. Сегодня тоже день непредсказуемый. Вообще, как-то у нас синхронно, по всем инструментам, как-то все-все-все вяло. Так, дальше Си. Смотрим рубль. Так, был у нас сигнал по таблице ФОП. Улетали вниз, закрывались ниже. Следовательно, долговой уровень появился. И мы его также отработали. Все. 67, 126. Вот. Ну, точно так же, как мы отрабатывали сигнал 30 ноября. Должны были закрыться ниже по сигналу. Нас подкинуло вверх. Потом мы его добивали шпилькой. Видите? Добили. Сегодня сигналов я не вижу. Стрелок нет. Все тихо. Ну, в общем-то, флет. Флет. Поэтому, если я подойдем к первым балансовому уровню, ну, можно работать на отскок. Тоже здесь что-то себе можно положить на кошелек. Так. Сишка. Ну, сишку внутри дня я, в принципе, не смотрю. Смотрю ее, в общем-то, как правило, на следующий день сигналы. Ну, что у нас было? У нас был только вот, наверное, вот такой вот аномальный набор путов 30 ноября, после которого мы свалились вниз на следующий день. А, вот. Ну, и у нас пока все. Пока все. Наверное, больше ничего не вижу. Пока все мелкие эти наборы. Такая мышинная возня. Так. Окей. Теперь что по нефти. Нефть пока идет во флете. Там у нас какие-то заседания ожидаются. Сегодня, ребята, в чате уже нам писали. Поэтому пока нефть, наверное, будет так вот двигаться в коридоре. Я посмотрю, что с ней будет. Возможно, раньше понедельника даже к ней и не вернусь. Ближайший долговой уровень 65-68, который вполне может цена закрыть. Вот. По таблице ФУ пока все тоже глухо-глухо, тихо и тихо. Вот такой вот момент, друзья, по нефти. Так что пока постою в стороне. Вот. Предварительный анализ вам дал. Конечно же, это предварительный. Он еще в течение дня может корректироваться, потому что все сразу заметить и усмотреть невозможно. Это понятное дело. Вот. Так что все остальное мы уже в чатах с ребятами договариваем. Ну вот. У меня пока все. Если какие-то вопросы есть, давайте могу на них ответить. Спасибо большое, Альберт. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. Я единственное не соглашусь. Вы сказали, давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Вы сказали, рынок никому не должен. Альберт, если посчитать все мои стоп-лацы за всю жизнь, рынок мне очень должен. В этом смысле, да, он нам задолжал. Согласен. Согласен. Я по-другому практически должен. Ясненько. Альберт, как на этой неделе вы планируете торговать? Ну, я имею в виду сегодня до следующей. Есть основания для активной торговли, на ваш взгляд? Ну, если с моей колокольни и по моим инструментам, вот, то я, в общем-то, что удерживаю еще пока франк, вот, удерживаю золото, вот. Но это не активная торговля. В плане активной торговли, это вот для любителей торговли на новостях. Вот здесь вот, да, можно что-то настрелять. Вот. А в плане прогнозирования рынка, мне кажется, вот сейчас самая наихудшая ситуация прогнозирования. Да, потому что, ну, как сказать, обычно, когда есть задолженности вот по границам канала хеджеров, когда цена за границей, да, и мы понимаем, что нужно загнать цену внутрь канала срочно, этот момент подгоняют под новости, и мы тогда понимаем, да, сейчас может быть шпилька, резкое движение, на этом, да, можно заработать. Мы понимаем хотя бы хоть какое-то направление. Но я вот пробежался, вот, да, вот, сейчас показал все инструменты, там задолженность только по франку, но, я так понял, его не будут загонять в канал, потому что далеко. Вот, следовательно, нет направлений никаких для того, чтобы торговать на новостях. Вот, ну, это опять-таки, это с моей колокольни, я понимаю, что сейчас некоторые думают по-другому, в общем-то, и это абсолютно правильно. Чем больше мнений, тем лучше на самом деле. Вот, пожалуйста, ну, да, действительно, только, может быть, на новостях где-то можно что-то там, в общем-то, подзаработать. Нет, нет, я как раз и спрашиваю с вашей точки зрения, с точки зрения вашего подхода и метода анализа, потому что, ну, если вы видите впереди спокойную неделю, без особых таких всплесков, понятно, что и многие, кто использует ваши индикаторы, будут стоять на тех же позициях. Так что шпили-вили на этой неделе не будет, если я так понимаю. Ну, я так прям не говорю, что не будет, но я не вижу причин для этого просто, я не вижу. Может быть, все что угодно, мы знаем, рынок, в общем-то, может сделать финт ушами, легко прыгнуть с места в карьер и так далее. Вот, но я, по крайней мере, пока не вижу, где это может быть. Скажем так, в шагах крупного игрока, который вы видите перед собой, пока этого не видно. Я понял. Пока этого не видно, да. То есть, все какие-то рывки вот по австралийцу, гэпы, они были на этой неделе, где-то позакрывались частично, где-то отработались, вот где-то на них забили. Может быть, так, временно забили. Ну, в принципе, рынок отыграл, я думаю, все, что было. Ясненько. Конит вас, Альберт. Спасибо вам большое за ваши обзоры, вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Спасибо, Игорь Николаевич. Спасибо, друзья. Попутных нам с вами трендов. И скачивать индикатор, ссылочку я сейчас дам в эфире. Спасибо. До свидания. До свидания. Друзья, с нами был Альберт Бурага с обзором рынка. Его выступление...